здравствуйте мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая значит сегодняшняя тема стратификация сейчас разберемся что такое очень часто на пачках покупая семена вы встречаете вот это слово противное очень до стратификация это все очень просто это значит семенной материал требует обработки холодом и если рекомендовано на пачке например этого дряк не дряквенника декатиона написано посев под зиму а там пылинки то конечно как под зимой его посеять да начинает болеть голова потому что ты перестали перестаешь соображать же как это может быть смоет склюют там вообще и и засыпать нельзя при этом обработку холодом пройти надо значит все гораздо проще и эта идея принадлежит одной из моих подписчиц не надо мучиться сеять в ложке отправлять все в холодильник там и так места нет господи боже мой там банки у нас заготовками между прочим значит проще простого взять семена прямо пачки с семенами тех растений которые требуют стратификации и отправить их на дверку холодильника да отправьте их на месяц требуется месяц на месяц 2 требуется на 2 отправьте а потом только произведите посев но правда все просто а гениальное все просто так какие Все же растения требуют стратификации. Первые, которые вы сейчас уже готовы, наверное, посеять будете в марте месяце, любимейшие цветы, которые начинают вам выносить мозг, как только они будут высажены на даче. Они тут же заболеют фузариозом. Вот чтобы предотвратить хотя бы частично, ну я бы даже не так сказала, по большей части это заболевание, они должны пройти стратификацию. Обработка холодом им очень полезна. И если вы посеяли их под зиму, то вы большие молодцы. Если вы их не посеяли под зиму, а собираетесь сеять в холодный парник или в теплицу в самой первой декаде апреля, то вы тоже молодцы. Но если вы собираетесь посеять их дома и все-таки вырастить рассаду до цветущего состояния, тогда, мои молодцы, берите пачки с астрами всех видов и, связав их резиночкой, вот так вот отправляйте на дверку холодильника внутрь. Нельзя минус. Минус нельзя. Плюс один, плюс два, плюс пять. Нормально. Это как раз температура холодильной камеры. Все не морозильной. Холодильные камеры. Значит, поставили на дверку и оставьте их в покое. Такие растения, как, например, клеома, портулак, но тоже требуют. Это идеально для всех семян. Но вот такие растения, как гайлардия, нет. Стратификация вообще противопоказана, потому что это очень теплолюбивое растение. Очень. Значит, какие еще растения из овощных и плода овощных культур требуют обработкой холодом? Вы помните, когда, значит, везде всегда было написано и в переусаденном хозяйстве, и там, и в хозяине журнала. Как только встретишь какую-нибудь научную статью, то обязательно автор пишет, что теперь, значит, когда у нас растения взошли, значит, их надо обязательно приучить как бы к холодной температуре. Растения приучить. А может, мы семена приучим для начала? Ведь и такие статьи есть, где написано черным по белому, что прежде чем посеять семена томатов, перцев, баклажан, огурцов и так далее бахчевых, желательно бы обработать их холодом, то есть закалить их. Так давайте закалим их. Вот перед тем, как посеять томаты, да, семена, вы можете их замочить, вы можете их обработать, но я бы рекомендовала все-таки в сухом виде это сделать. Отправляйте дней на 10 семена томатов в холодильник, и пусть они на дверочке там спокойно постоят. И томаты, и перцы, и баклажаны, ничего с ними не случится. Только кроме того, что они будут противостоять и холоду, и каким-то заболеваниям. И еще хочу сказать, что еще один маленький секрет. Если вдруг по какой-то причине вы, ну, про, как мы говорим, про сахатели, боже мой, помидоры остались не сеяные, уже все срок годности проходит последний, там, да, как написано, 12-го, 17-го года. То есть все, кончится декабрь, схожесть томатов будет очень относительно. Что с ними надо сделать? Да вы не переживайте. Возьмите вот в этой пачке, только чтобы она была без позолотой серебра, в обычной бумажной пачке, без металлических скрепок. Отправьте, пожалуйста, в микроволновку, в сухом виде, конечно, отправьте в микроволновку эти семена ровно на 20-20 секунд. На самые минимальные волны. Понимаете, о чем я говорю? Минимальные волны. А можете вообще на разморозку поставить. Это тоже очень почти одинаково. 20 секунд, и вы эти семена можете спокойно обработать марганцовкой, если вы это делаете, либо другими препаратами, и отправляйте на посев. Но запомните, что 20 секунд при минимальном показании вот этого вот рычажка микроволн. Значит, то есть практически все растения, которые вы собираетесь посеять, лучше бы, если бы они прошли обработку холодом. Поэтому не бойтесь, ничего с ними плохого не случится. Закаливание можно делать и таким образом. И все декоративные культуры, вот они все здесь, и колокольчики, все это может пройти стратификацию. Но уж астры-то однозначно должны пройти. И помидоры, и перцы, и баклажаны. И так далее. На этом все. Всего доброго вам и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова